всем привет и добро пожаловать в новое видео мы с милой опять на прогулке даже боюсь поделиться радостью что наконец-то у нас началась нормальная жизнь это стало возможно с ней погулять теперь мы гуляем почти каждый день первый раз даже умудрились закупиться без того чтобы она проснулась и как уехали она спала и вернулись она спала это вообще не верилось даже и так встает каждый день все интереснее интересней она все больше не спит или то время которое она не спит не как раньше что ее что-то мучила и она плакала много а теперь она интересная улыбается смотрит что-то играется уже игрушки пытается рукой достать и вообще счастье сегодня она вообще много активничала как мы утром проснулись а так она потом всего лишь раза три наверно уснула немножко на руках наверно на 15 минут все и вот сейчас у нас три не знаю насколько она сейчас уснула посмотрим завтра нам предстоит интересный день к нам придут особенные гости наш мэр нашего городка женщина у нас мэр она правда уходит на пенсию но у них я об этом не знала с минной такого еще не было вели они когда-то что приходят поздравлять с рождением ребенка сами вот нам присылали открытку потом письмо сообщали термины спрашивали можем или там или нет вот завтра она к нам придет долго с нами на канале тому может быть наша окружность знакома мы с милой сейчас гуляем всегда по одной тропинке тут вот наша деревне и получается там за деревне есть поле открытое там я тоже частенько уже с вами гуляла а тут вокруг можно вот так вот лесной дорожкой прогуляться но все равно прям как не в лесу а вот сразу участки уже идут участки здесь у всех большие это еще как бы часть деревни старая поэтому здесь еще у всех участки минимум тысяча квадратных метров кого-то больше у кого-то меньше здесь живут некоторые у них участки достались еще от бабушек с войны них вообще большие участки они даже потом начали их делить и продавать соседям у нас тоже не маленький участок потом уже дома которые строились после восьмидесятых у них уже участки поменьше стали обычные такие сейчас встретил соседку она чуть не упала я уже дениске тогда так говорила меня потом с коляской кто-нибудь увидит и в шоке будет никогда не видели не видели даже меня беременную не видели а потом бах уже с ребенком как будто адаптировали но мало кто меня видел беременную потому что беременность такая была что я в огороде не копалась и много дома времени проводила и поэтому меня почти никто не видел так из машины в машину сяду почти никогда никого не встречала и поэтому для многих это сюрприз тем более кто немножко подальше живет и раньше был такой контакт когда дети были в садике в школе здесь тогда частенько виделись а теперь садике у нас никого давно нету и сейчас она меня увидел и вообще в шоке поражена такая ванцы она даже не знала что я вообще беременна и тут уже ребенку два с половиной месяца интересная реакция в следующий год Я не буду спринять Не, я спайдермен Что спайдермен делает? Падает? Я тоже Палает, если палает 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 Доброе утро, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Мы как заболели не могли найти этот бронхикум эликсир и зинуприт для детей. Даже онлайн искали и там тоже нету в наличии. Сегодня были в Кауфляндии, там аптека в другом городе, в Крайльцаме, если кто-то здесь рядом живёт. У них было всё в наличии, кто вот этим пользуется. Вообще мы стараемся луком с мёдом лечиться, но когда уже так сильно, и тем более, когда насморк такой, что забивает все проходы. Вот этот зинуприт в таблетках для взрослых, а для детей он есть в соке, а сок вот этот не был доступный. И бронхикум эликсир взяли в этот раз аж два штуки. Вот эта покупка вышла в 81 евро. Вообще катастрофа. На этом желаем всем здоровья и добра. Берегите себя и своих близких. До следующего раза. Пока. Папа. Папа. Ну ладно, мама тоже пойдёт. Мама. Папа. 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 Папа.